Как вы объясните, каким образом R-330G житель пересек границу Российской Федерации? Я не про украинскую границу говорю. Украинская граница не контролируется у Украины. Там может происходить сегодня все что угодно. Но ведь российская же сторона контролируется ФСБ. Как он пересек границу России? Как он смог выехать, если войны нет и агрессии нет? Так, выехал, да и все что-то. Не понял сейчас. Машины ездят, танки ездят. Как ФСБ выпустило? Просто так? Выпустило и все, да? Не понял сейчас вас. Че не понял? Просто выпустило и все. Ничего не понял. Вы считаете это смешно? Амурку. Могешь? Или только День Победы? Три дня заточен чисто на День Победы. Правда? И прощание славянке. Сколько раз сыграл День Победы? Скажи честно. Наверное, не разу. Ну, за эти три дня. Наверное, не разу. Как так? Вот так вот. Я ядреный, как кабан и имею свой баян и играть на нем умею, не найти во мне изъян. Первый парень на весь край, на меня все бабки в лай. Хай? Ну и не хай. А что играет твой грустный баян? Или он веселый? Ну, во-первых, он не грустный, во-вторых, это не баян. Да я шучу, я понимаю. Немецкий причем. Почему хорошие аккордеоны производят в Германии, а в России нет? Ну, потому что они на этом специализируются. А на чем специализируется Россия? Что производит Россия хорошего, что могли бы похвалить в Германии, например? Что хорошего? Ну, чем немцы пользуются российского производства? Вот россияне играют на аккордеонах немецких, а немцы чем пользуются? В Германии не было, не знаю. Ну, как можно предположить же, можно предположить, правда? Ну, не знаю. Немец, даже не бывая, тот, кто не бывал в России, может предположить, что они делают хорошие аккордеоны всегда, и ими пользуются во всем мире. Он не знает, пользуются ли аккордеонами в Литве или в Латвии, например, немецкими, но может предположить, поскольку аккордеоны хорошие, и все их покупают. А в России что хорошего производят, что покупают в других странах и пользуются этим? Электроэнергию. Россия производит электроэнергию, продает в соседние страны, которые не пользуются своей, а покупают российскую. Хорошая, качественная. Это не так, я буквально был на прошлой неделе в Европе, в таких странах, как Бельгия, уже перепроизводство электроэнергии, они подсвечивают, освещают автомагистрали ночью. В этом вообще смысла нет никакого, ну им некуда девать электричество. У них огромное количество ветряков, ветряных этих... На самом деле я знаю много чего производят, но... Ну например, хотя бы три вещи, ну хотя бы три вещи, хотя бы три. Три вещи? Да. Я знаю только одну, а вот еще про две хотел бы услышать. Неохота говорить сейчас. Согласись, что это сложный вопрос, что на самом деле ничего в России не производит. Например. Не сложно, просто тебе говорю, не хочу на эту тему разговаривать. Это как в детстве. Я не хочу с тобой про это говорить. Ну так скажи два слова буквально, что Россия производит. Правда же? Печальная история, согласись, печальная история. Нет. Очень печально. Ничего не производит. Много чего производит. Ничего. Я сам на производстве работаю. Что производите вы такого, чем могли бы попользоваться немцы в том числе? Чем попользоваться немцы? Ну я на внутренний рынок делаю. Нет, на внутренний рынок понятно, можно делать много чего. Но это же не говорит о том, что это вещи или то, что вы производите, там продукт вашего производства, хороши. Только тогда будет считаться ваш продукт производства хорошим, когда он идет на экспорт. Кого? Мерседесы производим. Шутку юмора? Оценил. Оценил шутку юмора. Мерседесы вы производите. Это хорошо. Как хорошо покупают ваши Мерседесы? Нормально. Отлично. Лады тоже хорошо производят. Очень много лад продаете в Германии, я так понимаю. Берут на расхват. Да. И был я в Германии, не видел ни одной. Ну давно, значит, был. На прошлой неделе. Даже частично на этой. Был в Берлине, Франкфурт на Майне был. Не видел ни одной лады. Кстати, дорогих машин тоже не видел. Они не покупают дорогие автомобили. Джипы там дорогие, вот эти вот большие, такие серьезные автомобили. Там таких нет. В основном все так. Относительно бюджетный средний вариант. Они живут как им нравится. Но что-то я не видел российских лад. И вообще ничего не видел российского производства. Как же так? Одежду не там российскую покупают. Какого бренда? Разных. Иванов и компания. Или фабрика, фабрика большевичка, как, я не знаю. Луганская компания, да. Луганская компания. Не, Луганского там видел. Да. А брендов российского производства одежды не видел вообще ни разу. Ну, потому что в магазин, наверное, не заходил, денег не хватил. Ничего подобного. Я был в Амстердаме, я был в Франкфурт-на-Майне, где просто улицы состоят из магазинов. Просто вот ты идешь, идешь, идешь. Полчаса. А вокруг только магазины. Очень большое количество людей, очень много людей. И все шопингом занимаются. То есть они туда приехали именно потратить деньги. Я ходил, шарился по этим магазинам. Мне там особенно ничего не интересовало. Купил там кое-чего. Ну, я как бы не для этого ехал. Цены меня не удивили там ни разу. Цены хорошие. Вполне. Плюс там есть скидки. Там бывают скидки на сезонные распродажи. Просто люди гребут, ну, с сумками идут. У меня в роликах, кстати, это есть, можно посмотреть. Ну, а российского производства не видел ничего. Печальная история. Такая большая страна, 145 миллионов населения и ничего не производите. А я знаю, что вы производите. Могу даже рассказать. Да я сам знаю. Войну вы производите. У вас очень хорошо получается убийство и война. И вы ее продаете. Мы на нее реагируем. Ненависть и войну и убийство вы продаете на весь мир. А больше ничего вы, к сожалению, создавать не можете, только разрушать. Давайте, что вы производите? Чем пользуются в Германии? Ну, особенно ничего. У нас IT-технологии очень развиты. Очень развиты IT-технологии. Нет, на самом деле не так. В России не развиты. В Украине очень сильно развиты IT-технологии. И мы продаем свои мозги. Из производства, если вот так сказать, что мы производим какие-то такие вещи, которые можно было бы экспортировать, то практически нет. У нас в основном заточенная экономика на сельское хозяйство и производство сырья в виде полузаготовок из металла. Мы продаем туда железяки, скажем так. Ну, короче, нечем. Металл, сталь. Он хвастаться особенно нечем. Ну и все. Поэтому и не захватываем соседние государства и не несем украинский мир куда-то. Пытаемся здесь построить у себя внутри свой. Мы тоже не захватываем соседние государства. А как же так же? Я же из Луганска сам. Как же так же? Вы же Луганск-то оккупировали? Нет, мы его не оккупировали. А как же так? А кто же его оккупировал? Вы оккупировали его. Мы оккупировали Луганск? У кого? Конечно. У Луганчан. А, мы оккупировали Луганск у Луганчан. Не понял я сейчас шутку юмора вообще. А что тут понимать? Все просто. Там перетирает, видимо, сильно вены, артерии, ремни от аккордеона. Нет? Нет, у меня ремни хорошие. Кровоснабжение не нарушается там? Нет. Нет? То верхнее полушарие, может быть, там не получают достаточно кислорода? У меня все полушария нормально получают кислород. А какое больше развито, верхнее или нижнее? Вообще, полушария могут правое и левое быть, а не верхнее и нижнее. Ну, не у всех. Ну, по-разному. А вот даже снизу два полушария. Там все зависит от того, наличествуют ли скрепы. Вот духовные скрепы или нет? Духовные скрепы? Ну, это как раз вот День Победы, там вот это вот, порохом пропах. Кстати, вы поете сегодня, когда День Победы порохом пропах? Украинцы так посмеиваются всегда. А что они посмеиваются? Ну, потому что порохом пропах и намекая на Петра Алексеевича. Петр Алексеевич, все уже. До свидания. Ну да, у вас День Победы, как раз порохом и пропах. Я не думаю, что он все и до свидания, он еще много чего покажет. Порошенко-то он это, не ассоциируется с порохом. Не ассоциируется с порохом. Ну, это у вас так, у украинцев по-другому. Какие-то есть вопросы к украинцам? Вы для чего с аккордеоном в чат-рулетке? Да, может быть, что-то играете такое важное, интересное. Пишите музыку. Да, может. Просто так играю, думаю, мало ли, может найду, включи чат-рулетку, кому же можешь найти. Полонеза Гинского вам нравится? Я не знаю, что это такое. С аккордеоном человек сидит и не знает, что такое Полонеза Гинского. Не знаю. Пам-па-па-па-рам-пам-пара-пам. Ну, а что же учился играть на аккордеоне? Какую музыку играл на аккордеоне в детстве, когда учился? Да я не в детстве учился, я уже... Ну, а на чем учился-то? Какое произведение играл? Это разные. Ну, какое, хоть какое-нибудь? Религиозный всякий играл. В смысле религиозный? Там, казачий, казацкий там. Какого-нибудь русского композитора. Можно с любой аккордеоне. Любые. Любые? Какие песни любые? А давай-ка землицу-алясочку, Отдавай-ка родимую в зад. Не валяй дурака, Америка. Да, тебе тут тоже надо попробовать. Нет. Баня, водка, гармонь и лосось. Коня. Коня? Выйду ночью в поле с конем. Или вот это. Если бы я имел коня, это был бы номер. А если бы конь имел меня, я бы, наверное, помер. Из этой оперы. Это уже украинская песня. Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темно и тихо пойдем. Вот это из этой оперы? Да. Золотая рожь да кудрявый клен. А, да кудрявый лен или клен. О чем он там поет? И что там? Или лен, чем клен. Кудрявый лен. А зачем нужен лен? Что такое кудрявый лен? Кудрявый, это которому это, кудри завели. Ален, что такое лен? Лен, что такое лен? Для чего вам это надо знать? Ну, как вообще, как россияне понимают? Вот они влюблены в Россию. Золотая рожь. Понятно, что такое рожь. Хотя не всем понятно. И кудрявый лен. Что такое лен и почему он кудрявый? Трава такая. Зачем нужна трава кудрявый лен? Ну, вообще кудрявый лен это так. Для красоты высказывания. В смысле бурьян растет? Бурьян в смысле. В смысле бурьян? Ну, лен, зачем лен нужен? Кудрявый добавляется. Ален, для чего нужен лен? Что такое лен и для чего он нужен? Для разных вещей. Кто-то там трубы мотает, кто-то надежду делает. Понял. Есть какие-то вопросы к украинцам? Ну, ладно, вопрос такой. Вот там сидите вы, это, украинцы, там, блогеры. Зачем такие дурацкие вопросы задаете? Я задал бы умные вопросы, но вы на них не отвечаете. Хотите, я задам умный вопрос? Он такой уйден. Давайте умный задам вопрос, давайте. Я задал умный вопрос, что вы производите? Ну, как бы, понятное дело, что ничего. Я могу задать умный вопрос. Мне надо закончить сезон, я два года сезон закончить не могу. Как вы понимаете, почему летом тепло, а зимой холодно? Почему происходит смена времен года на планете Земля, вот в вашем городе? Почему температура? Это каждому вопрос так издаете, да? Да. Вот вы как думаете, почему так происходит? Почему летом тепло, а зимой холодно? Почему происходит смена температуры, смена времен года? Потому что зимой солнечные лучи рассеиваются, по другим углом светят, и меньше тепла попадает. Как зимой солнце светит под другим углом? Оно светит постоянно, одинаково? Оно светит постоянно одинаково, но на разной части территории. Потому что земной шар, он крутится не вот так относительно солнца, а под углом. И что? Ну, потому что на одной конце орбиты, когда находится южным больше полушариям, наклонено оно к солнцу. А когда с другой стороны орбита больше северным. И вот в то время, когда северные полушария, то на северном полушарии лето. Тогда с другой стороны орбита получается лето на южном полушарии. Ну, отлично. Почему этого не знают ваши россияне? Все знают. Неправда. Вы можете посмотреть мои ролики, и люди не отвечают на этот вопрос. Он элементарный. Ну, просто они понимают, что вопрос очень глупый, не хотят на него отвечать. Ну, это не так. Ну, это не сложный вопрос. Это еще в школе изучали все. Вы хотите, чтобы я вам задал более сложный вопрос? Ну, да. Но только не такой специализический там, про разложение атомов, там еще чего. Нет, я понимаю прекрасно. Я хотел бы вам задать такой вопрос. Как вы считаете, справедлива ли война между Россией и Украиной, для чего Россия напала на Украину и ввела свои войска на территорию Украины? Справедлива ли эта война с вашей точки зрения или нет? Вопрос поставлен неправильно. Почему? Это то же самое, что, скажу, справедливо ли то, что... Вы не согласны с утверждением, что Российская Федерация напала на Украину? Ну, конечно. Российская Федерация, Совет Федерации Российской Федерации, получив запрос от вашего Верховного Главнокомандующего, в 2014 году единогласно дал Путину разрешение на ввод войск на территории Украины. В 2014 году и в 2015 году были подписаны Минские соглашения. Первые и вторые Минские соглашения. С вашей стороны эти Минские соглашения подписал посол Российской Федерации в Украине Зурабов. В этих Минских соглашениях указано, в том числе в некоторых пунктах, о том, что нужно отводить определенные системы вооружения, системы залпового огня. Там указаны те системы, которые принадлежат только и исключительно Министерству обороны Российской Федерации. Это подтверждает, включая отчеты ОБСЕ, которые периодически публикуются с данными, доказательствами наличия российской техники на территории Донбасса, которая принадлежит исключительно Министерству. Нельзя помогать техникой. Техника получает приказ для перемещения. Для того, чтобы переместить технику с Новочеркасска в Луганск, необходимо дать приказ. Можем себе позволить помогать технике. Нельзя помогать. Это приказ. На каком основании ваша техника пересекла государственную границу между Россией и Украиной? Она пересекла границу не между Россией и Украиной, а между Россией и Донецкой Народной Республикой. Вы не признаете Донецкую Народную Республику отдельным государством. Вы считаете это отдельными районами Луганской и Донецких областей? Мы продали эту технику просто и все. У вас нет взаимоотношений, дипломатических отношений с Донецкой или Луганской так называемыми Народными Республиками. Вы не можете им продавать. С вами тоже скоро не будем дипломатических отношений. Так я у вас вот и спрашиваю, справедлива ли эта война по-вашему или нет? Война всегда несправедлива. А для чего тогда Россия напала на нас? Россия на нас не нападала. Но разве пересечение техникой границы не является актом агрессии? Так армия же не пересекала границу. А кто же пересекает границу? Разве может техника самостоятельно пересечь границу без приказа? Про добровольцев речь не идет. Идет речь про технику, которая принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. Она не может добровольно пересекать границу государственную. Ну подарили вам луганчанам, дончанам технику и еще. Как она пересекла границу? Позвали там людей из Донецка, из Луганск. Приезжайте, мы вам танков дадим. Верно. А как же ФСБ пропускает танк? По каким документам? Танк же не может... Понятно, что Донецк впускает танки к себе. Или Луганск. Впускает. Это понятно. К ним нет вопросов. Есть вопросы к ФСБ, которые выпускают. Как же танки пересекли границу России? На основании чего? Кстати, а вы мне покажите хотя бы одну съемку, где танки границы пересекают. Есть видео совместное с Россией мониторинговые миссии, где пересекают военная техника, там КамАЗы пересекают границу. Которые там просто нет... А вот танки пересекают границ, такого нету. Такого нету, да. А как же тогда миссия ОБСЕ обнаружила непосредственно в Луганске, на полигоне Круглик, систему огнеметную тяжелую, ТОС-1 Буратино 220 мм? Они подогнались. Не понял. Им показалось? Нет, об этом не было заявление со стороны Министерства обороны Российской Федерации или Министерства иностранных дел. Они ничего не прокомментировали по этому вопросу, ничего не заявляли. Не было зрения, что им показалось или нет. А в отдельных отчетах они обнаружили РЭБ, Красуха Леер-Беллина, систему радиоразведки ТОРН, Р-330Ж Житель. Но однако они потом заявили, что российских войск не обнаружено. Ничего подобного. Как ничего подобного? Вы же видели мои ролики, я зачитываю цитату Хуга, который об этом говорит. Вам его зачитать? Вы же знаете, что у меня он под рукой. Это вовсе не так. Как вы объясните, каким образом Р-330Ж Житель пересек границу Российской Федерации? Я не про украинскую границу говорю. Украинская граница не контролируется у Украины. Там может происходить сегодня все, что угодно. Но ведь российская же сторона контролируется ФСБ. Как он пересек границу России? Как он смог выехать, если войны нет и агрессии нет? Так, выехал, да и все, что-то. Не понял, сейчас. Машины ездят, танки ездят, что-то. Как ФСБ выпустило? Просто так? Выпустило и все, да? Не понял, сейчас вас. Че, не понял. Просто выпустило и все. Ничего не понял. Вы считаете это смешно? ТОС-1 Буратино, это смертельное оружие, 220 миллиметров, огнеметная система. Это одно из самых страшных оружий в мире. Не включая... А вам не кажется, что если там находится ваша система огнеметная ТОС-1 Буратино, то наша армия воюет с оккупантами, которые там находятся, включая вашу систему ТОС-1 Буратино? Нет. Вы не думаете, что это преступление совершено, что ваша техника незаконно пересекла границу? Ну, возможно, незаконно. А если у вас такое государство, где совершаются преступления, а вы с этим соглашаетесь, вам не кажется, что вы живете в неправовом государстве при этом? Все государства нарушают какие-то правила. Например, какие? Например, поставляют технику на сопредельное государство без разрешения этого государства? Они подтвергают незаконно кто-то. Не совсем вас сейчас понял. Ну, как не совсем? Кто Януковича свергнул незаконно? Мы. Революция это законно. Мы вполне себе законно. Конечно, у нас в Конституции написано, что единственным источником власти... Я вам не слышал, что это пропитана революция. У нас записано, что единственным источником власти в Украине является народ Украины. Мы и есть власть в Украине. Народ. Если так трактовать, то народ может кого хочет убивать, кого хочет... Нет, народ не может убивать, кого хочет. Народ может осуществлять свою власть непосредственно и через органы самоуправления, через органы власти выборной. В рамках Конституции. Который является основным законом государства. Так вот, согласно основного закона... А если президент не может утратить свои полномочия о том, что он выгнали... Ну, вы его украли. Я не знаю, кстати, зачем. Он находится на территории Российской Федерации. И не возвращаете нам его. А он является очень важным вещественным доказательством в очень серьезном уголовном процессе. Да мы его не держим, приезжайте... Понял. Какие-то у вас есть вопросы к украинским блогерам, быть может? К украинским блогерам? Да. Или ко мне в частности. Да. В частности? Сейчас придумаю какой-нибудь вопрос. Нет, придумывать не нужно. Если у вас его не было в голове, то придумывать его не нужно. Очень жаль, что у вас так устроена Россия, что вам особенно гордиться нечем. Производить кроме войны и ненависти вы ничего не можете. Но при этом вы сами все это прекрасно понимаете. Но печаль состоит не в этом ситуации. А печаль в ситуации заключается в том, что вы с этим согласны. Вас это устраивает. Это очень печально наблюдать со стороны и страдать от вашей этой печали. Кстати, вопрос. За российским паспортом когда поедете? Я уже получил, у меня есть. Есть российский паспорт. Я заранее все делаю, конечно. Молодец. Естественно. Я же прежде чем ехать в Европу, я же сначала озаботился о получении паспорта. Я получил паспорт, все нормально. Не переживайте. Но вы знаете, я его получил, а теперь смотрю, ну что с ним делать. Приехал на границу, я им этот паспорт туда. Они говорят, виза нужна какая-то. Я не могу попасть в Германию, в Польшу. А вот такой показываю паспорт. Вот такой. Они говорят, о, украинин, велкам. Все. И пожалуйста, без проблем. Я даже у них не спрашивал разрешения. Показал паспорт. Я показал им паспорт, а они меня просто пропустили. А россияне говорят, до свидания. Гоу-ту-раша. Понимаете? Поэтому я паспорт получил, а что с ним делать? Собственно, не знаю. Ценность паспорта. В чем заключается вашего? Для чего он нужен? Российский не буду. А значит нету. Нет, я не буду его просто показывать. Ну, потом, чтобы меня потом обвиняли в Украине, что... Сделаем вид, что... Значит нету. Я просто не понимаю ценность его. Я получил его, посмотрел, да и выкинул его нафиг. Я же думал, с ним можно по всему миру ездить. Это уважаемая страна. Паспорт же о чем говорит? Об уважении к государству. Как к нему относятся? А мы видят все паспорт. Таможенники, пограничники, они как паспорт России увидели. Все. Обыск. Проверка. Никуда не ехать все. Так что вы врете там, такие ерунду сочиняете. Ты знаешь, что вам все... А с украинским паспортом без проблем. И потом во Франции, в Германии, все. У тебя паспорт в Украине, ты свободный человек. Все, тебе даже никто вопросов не задает. Батрати. В смысле батрати? Туалеты мыть, в смысле? Ну да. Вы знаете, я был в Париже. Знаете, кто моет туалеты в Париже? Как устроены в Париже туалеты? Исключительно. Там автоматическая система, которая моет туалеты. Мало того, знаете, как часто попадаются россияне? Очень часто россияне попадают в неприятную ситуацию. Там, значит, во-первых, нельзя становиться ногами на унитаз в Париже. Можешь мне не рассказывать. Не срабатывать, ну, срабатывают вот эти сенсоры, они тогда не ощущают, что там человек находится. И начинается автоматическая дезинфекция самого туалета. Я знаю все это. Ужас. Поэтому там никто их не мой. Там уже придумали так систему автоматическую, которая автоматически дезинфекцирует туалет. Европа это даже не Париж. Не понял вас. Я говорю, вся Европа же это не Париж. Не совсем понял. Ну так, что, по всей Европе, что ли, такие-то? Ну, я ехал в Польше, посреди Польши, посреди поля, автомагистраль. Автомагистраль. Ну, вы не знаете, что такое автомагистраль. Но это такая классная дорога, в общем, где можно ехать с очень большой скоростью, при этом нет никаких ям. А вы не знаете, что такое морковка? Знаю. Это то, что производят в Украине и продают в России, поскольку у вас там свои нет. И вот смотрите, там посреди поля, посреди поля, у вас есть у России, а у вас есть трасса Лена. Но это не одно и то же, что трасса Лена. Автомагистрали в Европе это не трасса Лена, они отличаются. Ну, есть там небольшое отличие. Доги обсужд про туалеты. Вы про туалет? Вы знаете, что такое Трасолена? Не знаете? Знаю. Ну, есть отличие просто между автомагистралями и Трасолена. Это не одно и то же. Если вы думаете, что Трасолена это автомагистраль, то это не совсем так. Я знаю, что такое автомагистраль. Так я про туалеты вам хотел сказать. В Польше туалеты прям посреди поля. Вот ничего нет. Ни заправки, ничего. Стоят туалеты. Там есть холодная и горячая вода, там есть душ, мыло, сушилки, там все чисто и аккуратно. Не дырка в полу, а стандартные туалеты, такие, как, я надеюсь, как уже в вашем городе, наконец-то появились, как минимум, в торговых центрах. Вот такие же туалеты стоят вдоль дороги, по всей Европе. Поэтому там нет нужды, понимаете, они не такие засранцы, как вы могли бы себе предположить, когда путешествовали по трассе Лена. Там совсем все по-другому. Ладно, давай расскажи, что по трассе Лена находится, что там по трассе. Там отсутствует дорога, к сожалению. Там просто... Сейчас набери трассу Лена 2019. Там просто грузнут грузовики, мне страшно на это смотреть, я когда смотрю, я боюсь, что у меня живот лопнет от смеха. Это глупый фейк. Да вы что? Это когда уже было? Тонущие грузовики в грязи, которые там стоят десятками вдоль этой трассы, просто которые не могут проехать ни влево, ни вправо и будут ждать заморозков. Они будут там ждать ноября месяца, пока трасса заморозится. В каком году это было? Это было всегда и будет всегда. Это Россия, сынок. Наберись сейчас, вот трассу Лена 2019 и покажи. Ничего себе набирать. А то я не видел трассу Лены. А что, не хочу? А потом, значит, потому что вы вруны. А, да, там уже автомагистраль с туалетами, как в Париже. Я понял. Я автомагистраль, но нормальная там трасса сейчас. Нормальная трасса. Да, прекрасно. Нормальная трасса. Все. Просто так, вжух, проезжают просто машины. Да. 120 утопил и вперед. Да. А что возят? Вы что-то производите? Хотя мы это уже обсуждали. Что перевозят грузовики? Много что производят. Например? Ну, разговор пошел по кругу. Какие-то вопросы ко мне еще есть? Атомные электростанции производят. Вы производите атомные электростанции. Отлично. А теперь ваш мирный атом, вся Европа кроет матом. А Европа отказывается от атомных электростанций. Не очень. А Европе не надо. Да, Европа вообще от атомной технологии отказывается. Я видел в пользу чего? В пользу ветряных и солнечных батарей. Ветряные электростанции и солнечные батареи. Они на каждом углу там стоят. Знаете, причем какая особенность? Например, в Нидерланд... В Нидерланд... В Бельгии уже перепроизводство. Уже все. Уже даже нет необходимости в постройке новых. А в Нидерландах, например, устроено так. Если вы ставите ветрячок, этот ветряной электростанцию, на территории какого-то поселка, то в первую очередь вы обеспечиваете бесплатной электроэнергией этот поселок, а избыток, который у вас получается, вы можете продавать в остальные электросети. От которых шум стоит и птицы разбиваются в них. Какой шум? От кого? От ветра электростанций? Вы их в глаза видели хоть раз? Конечно. Когда? Где? Много где видел. Понял. Много где. Это там, где у вас производство того, что вы очень много всего и того важного производите. И рядом стоят и ветровые электростанции, которые дают электричество на те производства, где вы производите очень много всего полезного и важного для всего мира. Я вас понял. Какие-то еще у вас есть вопросы про Европу, быть может? Зачем мне вопрос про Европу? Не знаю. Вас не интересует, как Европа живет? Почему, например, немцы производят хорошие аккордеоны, а Россия нет? Видимо, какая-то есть причина, согласитесь. Не так уж и сложно производить аккордеоны. Мало того, в сороковых годах после войны производство аккордеонов было разрушено и вывезено то, что было сохранено, вывезено на территорию России. Однако в России так и не научились делать аккордеоны, даже на вывезенном оборудовании. А немцы восстановили все с нуля и снова производят хорошие аккордеоны. Молодцы немцы. Видимо, где-то там есть какая-то причина этому. Молодцы немцы, производят хорошие аккордеоны. Молодцы. а как вы думаете почему в немцы молодцы и производят а россиянцы не молодцы и не производят в чем причина кто такие россия жители россии нет такого слова и у россиян ну как если было бы россияне тогда были бы россияне россия значит российцы или ну или россиянцы как русский точно ну как вы думаете почему все-таки немцы производят нашими рабами поэтому надо надо будет хорошо русский разговариваю и полезла ватная гниль чего исследовала ждать хотя человек видите как бы непростой как минимум с музыкой как-то связан но все же как вы думаете почему немцы производят аккордеон и не такая уж и сложная штука а россия нет ну что россия на этом не специализирует а на чем она специализируется на производстве техники всякой какой машиностроение машиностроение такое слово которое мы учили вместе с вами в школе а что он означает вы машины строите машиностроение это все что связано с со всякой разной техникой станками вы производите станки которые продаете куда-то за границу робототехнику производят вы производите роботов каких роботов симулянтов которые япония у нас закупает я вас понял меньше смотрите 95 квартал плохо влияет на чувство евро я побежал сыграйте хоть что-нибудь напоследок ну так хоть эти это робота симулянты правда япония у нас если ну я понимаю там просто есть драгоценные металлы вы просто еще не поняли у вас не прошла переоценка стоимости драгоценных металлов они расплавляют и собственно используйте драгметаллы в производстве своей робототехники сыграйте что-нибудь хотя бы я посмотри как вы играете но так для интереса если в первом акте висит ружье должен выстрелить она если полчаса я смотрю на аккордеон хоть две ноты возьмите две ноты такие пойдут или какие ли вот эти вот а три ноты ли 4 pink флойд знаете вот помимо того что пинг флойд может пам-пам-пам-пам три ноты так пойдет нет как афоне сыграйте какую-нибудь мелодию мелодию какой веселую какую-нибудь русскую русскую веселую у нас русские мелодия не все грустно давайте грустную уговорили сейчас грустно сыграть король Играет музыка. Короче, когда меня слушают... Хорошо, что вы не поехали в Германию с аккордеоном. Немцы бы очень сильно расстроились. Я пойду. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!